Друзья, здравствуйте! С вами Елена Антонова и сегодня в этом видео уроке мы с вами говорим о местоимениях some, any, no. Some обозначает немного, несколько и стоит только в утвердительном предложении. Any обозначает то же самое, немного, несколько, но стоит только в опросе и в отрицательном предложении с отрицательной частичкой not. No обозначает ничего, нисколько и стоит чисто в отрицательном предложении. Например, в банке есть немного воды. There is some water in the jar. Делаем вопрос. Глагол is полетит в вопросе на первое место, some заменится на any в вопросе. Получаем вопрос. Is there any water in the jar? Делаем первый вариант отрицательного предложения с помощью not any. В банке нет воды. There isn't any water in the jar. Some поменялось на any. There isn't any water in the jar. И второй вариант отрицательного предложения. В банке нет воды. There is no water in the jar. There is no water in the jar. Еще один пример. На столе есть несколько книг. There are some books on the table. Делаем вопрос. Are there any books on the table? И делаем два варианта отрицательных предложений. Первый с помощью not any. На столе нет книг. There aren't any books on the table. There aren't any books on the table. И второй вариант отрицательного предложения, когда мы используем просто отрицательное местоимение no. На столе нет книг. There are no books on the table. Я вас попрошу, мои дорогие друзья, записать сейчас самостоятельно одну фразу. По-русски она звучит так. Во дворе есть несколько детей. There are some children in the yard. There are some children in the yard. К этой фразе, пожалуйста, самостоятельно сделайте вопросительное предложение с помощью any и два отрицательных предложения с помощью not any и no. Пожалуйста, запишите. Пришлите мне свои варианты предложений. Я их проверю, отколектирую, объясню. С вами была Елена Антонова. Жду новых встреч. Good luck!